Валерий Курас 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 Сравнение! 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 получит имя в честь невысшего военно-учебного заведения. Я считаю, что это явный пример и признак того, насколько велики заслуги Нахимовского училища перед военно-морским флотом страны, перед нашей Родиной. Поэтому сегодня праздник, этот юбилей отмечают во всех уголках России. От Балтики до Курил, потому что, уверен, нет ни одного подразделения нашего военно-морского флота, где бы сегодня не служили выпускники прославленного Нахимовского училища. Я хочу обратиться к курсантам училища. Ребята, в свое время адмирал Лазарев сказал о будущем адмирале Нахимове, имя которого вы гордо несете сегодня. Он сказал, сердцем чист и море любят. Я желаю, чтобы вы всегда были чисты сердцем, чтобы вы всегда были преданы присяге своей Родине и с честью несли славу своих отцов и дедов, тех, кто создавал, кто создает славу нашего военно-морского флота. Я хочу искренне поблагодарить преподавателей и выпускников училища за то, что вы делаете, за то, что вы воспитываете будущее нашего флота, за то, что вкладываете в наших детей душу и сердце. Военный моряк измеряет свою жизнь не годами, а походами, а жизненное пространство не квадратными метрами, а пройденными милями. Я желаю, чтобы каждый из вас прошел как можно больше походов, как можно больше мил, чтобы все невзгоды и неудачи оставались всегда по корме, а удача и все доброе было прямо по курсу. С праздником! Да здравствует наш военно-морской флот! Да здравствует Россия! Слово для поздравления предоставляется председателю законодательного собрания Санкт-Петербурга Макарова Вячеславу Серахимовичу. Товарищи адмиралы, товарищи офицеры, нахимовцы, уважаемый Георгий Сергеевич Сергей Владимирович, прежде всего от имени законодательного собрания Санкт-Петербурга я поздравляю вас с этой великой датой, днем образования нахимовского училища. Глубоко символично то, что вы сегодня в едином строю, вместе с лучшими юношами России, стоят выпускники, которые закончили училище десятилетия назад. Это говорит о том, что лучшие традиции морского флота передаются из поколения в поколение. Я глубоко убежден в том... ...морского училища. Я горд, что Нахимовское училище является и школой жизни для меня. Я уверен, что все без исключения и курсанты, и выпускники Нахимовского училища, которые собрались сегодня здесь, которые служат сегодня на всех флотах нашей славной Родины, считают, что это лучшие годы нашей юности, потому что именно здесь мы приняли основные ценности нашей Родины, основные идеи, которые связаны с величием России, с величием нашего флота. Я уверен, что Нахимовское училище... Мы благодарностью вспоминаем наших воспитателей и преподавателей, которые, не жалея своих сил и не считая со временем, воспитали у нас, в любой своей Родине, военно-морскому флоту, дали прекрасное образование, позволившее нам поступить в лучшие военно-морские училища страны. Училище в этом году исполнилось 70 лет. Почти 40 лет назад я его закончил и не заметил, как прошли эти года. И эти два года, которые отучился в свое время в Нахимовском училище, для меня до сих пор остаются одними из самых ярких в моей жизни. Училище развивается вместе с флотом. Училище развивается вместе со страной. Мы заверяем вас, товарищи ветераны, что училище и далее будет лучшим, училище дальше будет развиваться, и отсюда будет выходить элита флота, которая будет составлять честь и гордость офицерского состава. Спасибо организациям, спонсорам, меценатам, которые помогли нам в подготовке проведения праздника, которая помогает училищу постоянно в его жизнедеятельности. Здоровья всем, счастья, успехов. Спасибо. Слово для выступления предоставляется воспитаннику... ...духом флота. И здесь мы попадаем в свой особенный мир. Но всех нас объединяет дух Нахимовского братства. Воспитанников и офицеров, преподавателей и воспитателей. Уборная учеба и труд. Город Санкт-Петербург наименование противодиверсионному катеру П-104 проекта 21-980 в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 2010 года номер 025 и инструкция о порядке присвоения действительных наименований кораблям и судам военно-морского флота, утвержденный приказом главнокомандующего военно-морским флотом 2005 года номер 019 в целях совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи приказываю противодиверсионному катеру П-104 проекта 21-980 присвоить наименование П-104 Нахимовец и впредь именовать его противодиверсионным катером П-104 Нахимовец Приказ доведен П-104 П-104 Нахимовец При исполнении воинского долга Венок на воду не вы. Возложить. Головные уборы снять. Венок на воду не вы. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...